всем доброго утра у кого-то день у кого-то вечер ну начнем так сказать утро у нас по крайней мире солнце стало солнечный день у нас были теплые уже встречи это был харьков это был минск это был киев это была москва но к сожалению такие условия сложились что мы теперь и переходим в онлайн пространство в онлайн пространстве такого масштабного еще мероприятия не было поэтому тоже интересный формат тем более у нас точно солнце есть этот день солнечный как же продать прогрессировать в этой сфере сфера агрессивная мы все это знаем финансы и как не расти за какие ниточки дергать как продвигать себя я думаю что многие уже сталкивались с тем когда вы приходите в институт заканчиваете институт учитесь пять лет может кто-то аспирантуру докторантуру ну неважно кто-то технику но во всяком случае вы приходите на работу и вам босс зачастую говорит эй парень теперь забудь то что доучил и начинаем все сначала а вы сами себе думаете а зачем я вот до этого пять лет собственно говоря ходил на лекции тратил это время что мне это дало и честно говоря вы знаете на первых порах у меня было такое же впечатление было такое же были такие же сомнения а зачем было собственно говоря пять лет института потом второе образование потом аспирантура что оно дает если я прихожу в финансовую сферу в сферу трейдинга а здесь нужно вновь иникать вновь получать опыт то есть начинать все сначала на самом деле что вам дает образование это умение систематизировать потому что откровенно говоря интернет большой интернет глубокий вы можете найти буквально любую информацию действительно информации очень много и при должном подходе да можно собрать и книги и литературы много то есть да люди делятся то есть в принципе тот необходимый базис этот не те необходимые данные которые можно собрать но проблема состоит в том что пока вы систематизируете эти данные вы потратите очень очень много времени у меня первых пять лет просто ушло на то чтобы найти те курсы которые бы пройти то что курсов было много и чтобы систематизировать знания и как-то понимать куда ты двигаешься потому что самое важное ведь задать вопрос себе а что я собственно говоря хочу найти потому что вы приходите вы ищите вы смотрите все что касается финансовой индустрии абсолютно все и в итоге получаются эксперименты на статистику нет времени и вот сегодня мы об этом очень плотно говорить то есть я постараюсь вот эту всю большую огромную сферу от спекуляции до инвестиций охватить в том числе и финансовый план то есть чтобы вы понимали куда вообще двигаться за что дергать и дать вам направление и так финансовый план и инвестирование что обычно вот прям так и назвал как обстоят дела у большинства трейдеров как это должно выглядеть в идеале как происходит у большинства конечно здесь очень много есть нюансов потому что все еще зависит от торговой стратегии нулевая любая торговая стратегия без математики будет это портфельное инвестирование будет это спекуляция это будет просто игрой то есть вот наглядный пример когда трейдер выполняет правила и он знает что ожидать от своей торговой системы он не переживает он психологически устойчив мы видим что здесь есть лосс это убытки есть убыточные серии есть выигрышные серии то есть есть затяжная убыточная серия но даже несмотря на то что у него есть очень сильная затяжная серия 9 убытков тем не менее он знает все параметры своей системы почему и как получить такую уверенность статистика сожалению очень многие не нарабатывают статистику для того чтобы быть уверенными уверенными в цифрах поэтому получается пробел трейдер не знает цифр только дает система сбой он идет на следующий эксперимент но чтобы быть уверены в цифрах и чтобы начать приступить хотя бы к набору статистики вы должны быть уверены вообще в своем подходе то есть что в нем есть какая-то в принципе идея что в нем есть математическое преимущество как мы видим в принципе здесь проблем нету но что происходит именно у большинства трейдеров почему такая печальная получается статистика то есть вот начинается все пока небольшая серия убыточных сделок трейдов себя еще чувствует более-менее но первая прибыльная сделка хочется хотя бы вернуть часть своего то есть это эмоции вы видите на графе как цена растет если это так сказать фоном сделать как она обычно бывает вы заходите там какой-нибудь уровень все красиво смотрится цена растет и вот здесь вот начинаются какие-то проблемы роста здесь очень многие трейдеры пытаются выставить какой-нибудь себе зрительный уровень и отсюда уйти два к одному полтора к одному или три к одному ну сколько дали столько забрали очень часто именно так и происходит но вы не обращайте внимание что ломается зачастую ломается именно математическая составляющая то есть вы не до конца проработали математическую составляющую и вот как здесь например и она происходит здесь эмоциональное решение потому что испугались цена не то показывала потом вы получаете ту же серию то есть здесь сделки идентичные с прибылями с убытками но по факту в общем то два одинаковых подхода но с разными фиксациями эмоциональными и системными но вы получаете совершенно разную кривую доходности здесь вы в плюсе здесь вы в минусе просто эмоции но опять же мы говорим здесь о очень важном параметре прибыль к убытку то есть если посмотреть вот здесь вот процент прибыльных сделок будет 25 процентов и здесь 25 процентов в принципе для профессионала 40 процентов это очень хороший результат потому что если вы работаете от стопа на нынешнем шумном роботизированном рынке с учетом тех распилов которые происходят да очень много может быть стопов ложные пробои сложные ложные пробои и так далее то есть или по классике так называемые медвежья или бычьи западняк поэтому да процент положительных сделок особенно у новичков будет крайне низкий но есть следующий фактор следующий фактор это соотношение прибыль к риску то есть здесь 4 к 1 а здесь на эмоции 2.42 к 1 конечно здесь очень много нюансов потому что чем больше вы выставляете стоп тем по волатильности скорее всего цена реже дойдет до вашей цели если вы будете выставлять больше потенциал поэтому здесь нужно помимо всего прочего понимать и чувствовать энергетику акции характера ее хода ну или любого актива и способен ли он дать этот потенциал то есть здесь уже как раз работа с опытом работа идет с вероятностью то есть математика как видите играет ключевую роль на всех стадиях просто провести уровень просто торговать вот такой-то стратегии индикаторная она будет без индикаторная без математики это просто будет гэмблин экран поэтому если вот взять вот так вот в эту картинку объединить посмотреть кто на этом рынке присутствует вы можете загуглить в интернете посмотреть то есть эта информация открыта маркет мейкеры крупнейший маркет мейкера на рынке на рынке форекс на фондовом рынке вы увидите всех этих ребят был шварга самый там крупный на если форекс брать дочь и банк джи пи морган сити банк голдман саж поэтому у вас есть выбор либо это будет для вас казино либо это будет для вас сильно профессиональный трейлер но к слову если говорить о рынке и что такое финансовая индустрия как ее проще представить вы знаете мне недавно попался интересный фильм он жуткий такой фильм из разряда хоррор но он очень хорошо можно сказать это хорошая гипербола для фондового рынка это живые мертвецы там несколько сезонов по моему там 10 сезонов в каждом по 16 серий но суть такова что либо один человек потом он объединяется в группу и идет борьба за выживание то есть за выживание если вас если вы случайно вышли в мир находятся эти зомби вас укусили вы становитесь той частью бестолкового неповоротливого точнее бы сказать мира который находится по другую сторону без шансов вернуться обратно если вы недостаточно гибкие если у вас опыта не хватает то вы просто станете частью той пенсионной накопительной системы которая дает свой процент но она вам принесет когда-то потом но пока вы там что-то пытались без опыта без понимания вы скорее всего несколько раз будете оставлять депозит и скорее всего останетесь не у дел поэтому на этот рынок действительно нужно приходить профессионалам и если опять же брать между фондами вот как раз фонды то есть те группировки которые могут друг друга где-то наказать за ошибку это происходит не одни единожды это происходит постоянно что касается фондов которые пытались сделать сверх доходность посмотрите тоже я не буду называть по именам чтобы не дискредитировать но опять же это крупные это не говорит о том что человек не понимал в рынках то есть борьба за клиента борьба за доходность даже между крупными фондами 30 40 50 процентов но в итоге приводило к разорению потому что все отгнались с доходностью один из фондов который действительно показал хорошую результативность там рая далее который действительно сказал то есть показал о том что он гнаться ни за чем не собирается его интересует стабильность это пожалуй один из тех исключений в этом мире обычно же происходит привлечение мы вам дадим сто процентов мы вам дадим сто пятьдесят процентов потому что я о ммм появляется там же появляются всякие пирамиды но люди каждый раз идут на это люди каждый раз на это покупаются поэтому нужно глубоко понимать эту финансовую сферу и на самом деле то что картель проводит такое мероприятие она вам дает на больше пространства более глобальный взгляд на эту систему на то что происходит чтобы понимали где грань между надеждами надеждами которые скорее всего не исполнится и где грань между реальностью поэтому очень важно когда вы какую мы не возьмем торговую стратегию это задать себе ряд вопросов насколько вы уверены в своей торговой стратегии прошла ли она апробацию на различных циклах рынка то есть чем больше ваша статистика чем больше циклов рынка растущие рейнджевые падающие прошло тем больше и можно доверять а что говорит статистика сделок и теперь не на истории а в реальности то есть на истории можно прогнать красиво все что угодно но вы должны сами попытаться поторговать вы должны сами почувствовать торговую стратегию что касается роботов черных ящиков опять же если это очень успешный робот или черный ящик скорее всего вам вопрос не продадут не продадут а зачем он и так делает прибыль тем более если он делает там сотенные проценты если же мы говорим даже если вам достался робот работающий то к сожалению на долгосрочном промежутке при смене рынка есть шанс что он просто перестанет работать просто поменяется характер хода просто поменяется волатильность и так далее то есть очень много причин которые могут заставить робота не работать но если вы программист и вы понимаете рынок вы можете донастроить но если вы не понимаете рынок и еще не программист то эта система просто приведет к раку вот эту таблицу я очень часто показываю и обращаю на нее внимание потому что это по сути и есть тот кровоигольный камень на который нужно обращать внимание при построении торговой системы по итогу как я уже сказал очень много зависит от опыта от энергии инструментов которые вы входите то есть как он торгуется чуть-чуть похоже коснусь немножко этой темы то есть сегодня я пытаюсь охватить не объять необъятное но так или иначе все сводится вот в эту таблицу и вы видите что если у вас низкий процент положительных сделок хотя он может еще быть ниже на процент но потенциал риск будет выше вот эта вот шкала это вероятность того что ваш счет обнулиться то есть если у вас 25 процентов вы принимаете эмоциональное решение у вас два к одному то 97 процентов что ваш счет просто останется на истории что такой счет где-то был как же мы принимаем решение и как же потом мы видим читаем всякие блоги посты как красиво что-то сходило не давала там 40 процентов точнее 40 процентов 40 долларов чтобы ее забрали чтобы ее купили в минус 40 долларов и так далее все это красиво постфактум если посмотреть на эту картинку то да конечно мы все хороши задним умом и постфактум глядя на эту картинку но шор без вариантов смотрите тут где-то шли вниз в принципе пара шортить акцию да точнее нефть но давайте смотреть дальше от картинки картинки вы будете понимать что не так все просто на самом деле когда вы находитесь у торговой платформы вот эта картинка вроде как закрылись ниже 42 21 вроде шорт но тут часть трейдеров будут покупать и будут покупать очень многие с постановкой стопа за какой-то там ложный пробой кто-то будет от отара но в любом случае если посмотреть по хвостам то стоп может оказаться даже здесь ну кто-то более умный сочтет себя и скажет они здесь шарты бы захотел в любом случае вероятность вилки в обе стороны оказывалась очень высокой это я к чему говорю что когда вы даже несмотря на грамотно продуманную торговую стратегию нужно понимать что плечевые вещи когда вы торгуете от стопа зачастую вы заходите в плечи особенно на небольшой капитал но это как правило то есть третье четвертое плечо если посмотреть действительно на историю 10 15 20 плечи поэтому я например когда беру в управление на инвестиции спекуляция составляет не более 10 процентов только по согласованию с инвестором почему если даже случится катастрофа если случится катастрофа я норвусь на нефть я норвусь на фунт я норвусь на пранк например с диким падением то я не потеряю больше чем 10 процентов от портфеля а 10 процентов это как раз та величина которую портфель приносит за год то есть это вполне разумные величины риска которым вы можете управлять представьте когда у вас весь капитал и вы весь этот капитал загоняете на спекуляции и получаете что-то подобное на это но окей давайте чуть дальше пойдем то есть тут все красиво вроде закрылись ниже уровня шорт вы говорите это не моя ситуация а теперь посмотрите на эту ситуацию все относительно понимаете наш мозг устроен так что мы ищем подтверждение нашей правоте ну вот видите вот оно закрылось ниже значит шорт вот оно закрылось выше значит лонг мы не учитываем там новости мы не учитываем а что это цена включена все включает все себя и крупный капитал ведет туда цену куда она должна перейти окей давайте посмотрим что у нас здесь происходит да вот она остановка движения если там продлить где-то здесь остановились то есть вот он да внятный понятный уровень ложный пробой там удержали ну все 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 что нужно здесь сделали здесь минус депозит теперь здесь инструмент закрывается ниже уровня точный идентичный пример с нефтью и потом вы получаете то есть на самом деле на графике можно найти ну кучу подтверждений своей стратегии своим идеям то есть пока статистики нет вы не можете принять решение сказать что это работает или нет в одном из комментариев кто-то написал что можно закрыть глаза провести горизонтальную полосочку в любом месте и вы найдете что это действительно является уровнем с одной стороны да с другой стороны цена ценой ключевая цена но очень важно еще понимать как цена торгуется у этого уровня если мы говорим про спекуляции но вот такие вещи они будут происходить пусть один на сто случаев пусть один на тысячу случаев но такие вещи будут происходить и такие вещи говорят о том что риск на тысячу случаев или на сто случаев просто опустошить свой депозит, оно существует, если вы торгуете с дикими плечами. Поэтому риск-менеджмент здесь будет ключевой параметр, с которым вы можете работать. Идем дальше, возвращаемся к нефти. Если в цифрах, что здесь вообще могло происходить? Если локальто, то уже более-менее, 41.16, остановились. То есть вы могли опять же пойти вот этой картинке, посмотреть. Ну, наверное, здесь шартистов затащили, будут потом выстрелы. 13 центов, открытие по 32.80, 8.39 или в 64 раза больше. То есть 8 долларов в 39, в 64 раза больше. То есть здесь, ну, просто даже если вы торгуете без плечей, больше, чем полдепозита. Если вы торгуете с плечом хотя бы 2 к 1, минус депозит. И именно то, что происходило, опять же, по нефти, когда даже фонды, такие как нефтяной фонд ETF, перемещал из краткосрочных ближайших фьючерсов на долгосрочные. Потому что неожиданно цена пошла. То есть все пытались избавиться от этой позиции. Это как снежный ком просто привело к производному такому провалу. Ну, окей. Если мы посмотрим на предыдущие ситуации, вы посмотрите, скажете, ну, там более-менее очевидно. Вот здесь вот не совсем очевидная ситуация. Ну, зашли бы, не зашли. И по нефти более-менее закрылись ниже уровня. То есть здесь все логично. Я бы не зашел, я бы эту ситуацию избежал бы. Но давайте посмотрим все-таки на более реалистичные ситуации, скажем так. На более реалистичные с точки зрения логики, с точки зрения того, что трейдер вряд ли бы прошел мимо этой ситуации. То есть так называемая лестница, инструмент ходил в диапазоне, были там сложные-ложные пробои. Но в любом случае инструмент выбирается из диапазона. Вроде все, путь ему открыт наверх. Там W, так называемая фигура разворота. И мы видим, что лестница, теперь, например, инструмент растет выше и выше. То есть вышли из уровня, точнее вышли из диапазона, постояли, вновь вышли из диапазона, вновь стоят. То есть все окей, все хорошо, все красиво здесь смотрится. Вышли из диапазона, закрылись выше уровня. Крупный игрок, как говорят, знает, куда ведет цену до отчета. Отчет не играет значения, очень многие говорят. Все учтено. Такая фраза очень часто звучит. Я не первый раз общался с людьми, которые говорят, что я не смотрю на отчеты, не смотрю вообще, как там отчитывается, что происходит. Надо смотреть на график, на графике все написано. Вы красиво все делаете, все по уровням, все красиво, лестница идет. И потом вы получаете примерно такую картинку с разрывом от 50-45 до 47-47. Опять же, если плечи, вас просто здесь не стало. Вот здесь вот по 47-48 теперь можно опять же постфактум. То есть, видите, очень хорошо решение постфактум все принимается. Они видны наглядно, они видны просто великолепно. Первое касание, второе касание, тут еще несколько касаний. Да, по 47-48 в принципе есть уровень, и он красивый. Но после того, как вы здесь красиво посидели, гэп, возможно, минус депозит. А здесь вы просто провожаете все это взглядом, потому что, скорее всего, депозит уже не осталось. И эта красота осталась лишь только для наблюдения. Но вновь-таки мы говорим о рисках. Если вы здесь грамотно рассчитали риски, как это делают при торговле с отчетами. То есть, опять же, здесь может пройти мысль, не надо торговать отчеты. Ну, хорошо, если вы не торгуете отчеты, может выйти новость. Смена директората, открытие какого-нибудь возбуждения уголовного дела. Например, Enron был. Или если мы берем валюты, какой-нибудь новый Brexit, или Германия вышла из еврозоны, или что-то заявила. Ну, все что угодно в мире может произойти. То есть, никто не знает, что там будет через пару минут. Поэтому на рынке может происходить все что угодно. И подобные вещи, это не обязательно могут быть новостные вещи. Но даже если мы берем новостные вещи, и кто-то боится торговать, что вот мы сейчас получим гэп, есть, опять же, вполне разумный риск-менеджмент. Вы можете взять, там у вас есть портфель. Вы можете взять пару процентов от портфеля и реализовать свою идею. И у вас совсем другая уже будет математика. Да, конечно, в этом, скажем так, при таком варианте мы не говорим о доходности в 100-200% годовых. Ее просто не будет, потому что вы контролируете риск. Но это объективные, это адекватные величины. Вот она проблема, которая на рынке постоянно присутствует. Если говорить про такие краткосрочные спекулятивные сделки, я всегда показываю свежие сделки, чтобы показать примерно, как это работает, то, несмотря даже на весь опыт, все равно у вас могут случаться ошибки. То есть я на рынке, там, с 2010 года. Тем не менее, есть ряд вещей на грани эмоций, где-то это находится, хотя бы я не сказал, что я сильно эмоциональный, или на грани математики, когда вы видите, что по алгоритму вы уже достигли своего потенциала. Но в любом случае определенные решения, они все равно принимаются вопреки тому, что происходит на графике, вопреки тому, что можно было из графика забрать. Здесь были такие моментумные сделки, вот уже более понятный, более четкий уровень, здесь была остановка. И опять же, без спешки, без того, чтобы поторопиться, очень важно выждать паузу, очень важно знать свой моментум, когда заключать сделку, когда это будет более быстрая сделка, когда это, как здесь, или более медленная сделка, когда здесь, когда не совсем понятно, когда идут агрессивные продажи, и нужно посмотреть на инструмент. Вот эта часть называется опытом. Техника, реализация от уровня – это более простой вопрос. Опыт, понимание цены, понимание характера движения – это более уже сложный вопрос. И именно он будет определять ваш процент положительных сделок. Ну, я думаю, у тех, кто знаком с платформами, это покупки, частичный выход. И, в принципе, основная позиция велась сюда. Но почему здесь неточность? Если посмотреть внимательно на цену, здесь были еще более-менее попытки продаж. Но эти продажи все меньше были, меньше, меньше и меньше. И здесь очень скупые продажи были. И, в принципе, я считаю, что этот выход был преждевременным. То есть по характеру движения цену можно было толкать выше, то есть ждать дальше и реализовать гораздо больше потенциала. Но, тем не менее, здесь он тоже был реализован неплохо. Поэтому в спекуляции всегда остаются неосознанные риски. И путь становления чаще занимает намного больше времени, чем хотелось бы. То есть здесь отличная техническая реализация идеи, но раннее закрытие сделки. Вот еще один пример. Бывает, происходит и так. Когда еще полпути инструмент идет без вас. То есть если взять конкретно эту ситуацию, что здесь происходило, опять же, посмотрите, без спешки, понятный вход, когда инструмент повозили, когда вы видите, что у продавцов несколько попыток было продавить цену, но не хватает. Если вы еще будете параллельно смотреть на VIX, на индекс полотильности, на то, как торгуется облигация, то у вас картинка будет раскрываться гораздо шире. Вы будете видеть еще и корреляции. Вот точка входа и уже частичная фиксация. Здесь добавлял, фиксировал, а здесь пытался перезайти. Но вот он перезаход, и вот он стоп. То есть я понимал локально, что я могу перезайти, но в этот день я посчитал, что, наверное, все-таки достаточно. Здесь я споймал стоп, видимо, я отъеду теряю рынок. То есть это как... Я здесь не просто так написал, что спекуляции – это высокий спор для профессионалов, потому что чем больше вы практикуетесь, чем ближе вы к рынку, тем лучше вы понимаете цену. Могу сказать по себе. Буквально куда-нибудь поездка на отдых или недельная пауза, и нужно начинать с малых объемов, нужно вникать в рынок, потому что вы теряете нить. Вы теряете нить происходящего. То есть рынок нужно чувствовать, как и в высоком спорте. В этот момент я подумал, что я рынок не очень хорошего понимаю, хотя было сознание того, что, наверное, надо перезайти, и полпути инструмент еще мог пройти вместе со мной, но без меня. Опять же, то, что я говорю, это бесконечная учеба, то есть у вас будет всегда к чему стремиться, но это, с другой стороны, здорово, как в любой профессии. Главное, вот в таких ситуациях, как называется, не догонять поезд, из которого ты уже вышел пару станций назад, то есть инструмент растет, вы пытаетесь залететь, наткать, с него уйти, и в итоге происходит тит. Это что касается спекуляций. Но как же все-таки вести себя трейдеру или будущему инвестору, здесь, скорее всего, нужно исходить из личного финансового плана. Точнее, здесь нужно четко понимать, как вы будете накапливать капитал и как вы его будете инвестировать на финансовые рынки. Поэтому здесь есть два варианта. Первый вариант. Есть накопленный капитал у вас, то есть вы его накапливали, он у вас готов. И второй вариант. Это нет накопленного капитала. Скорее всего, большинство будет подпадать под эту категорию. То есть, да, у вас там есть, может быть, тысячу, может быть, десять тысяч. Но, скорее всего, это не та сумма, с которой бы вы хотели, так сказать, жить и жить на дивиденды. Какие две основные ошибки происходят вот в этом плане в накоплении своего капитала? То есть, когда накопленный капитал невелик и возникает желание быстрых доходов вместо грамотно продуманной стратегии накопления и инвестирования. Это первая ошибка. А второе, это когда его величина велика, то есть у вас уже есть капитал, но незнание новой сферы может привести к разорению. То есть вы пытаетесь найти какие-то доходные инструменты, вы не понимаете, как их лучше диверсифицировать, как их лучше расположить. Вы находите отдельный пам, тима, стратегии, роботов. И в итоге, не разбираясь в тех финансовых тонкостях, просто попадаете на не самые благоприятные результаты. Это типичный пример, как думает начинающий трейдер с небольшим капиталом. Поверьте мне, это большинство трейдеров, приходящих на рынок, которые увидели рекламу, билборд и так далее, так думают. То есть трейдер пришел на счету 1000 долларов. Вместо того, чтобы накапливать, инвестировать или думать о личном финансовом плане, у него первая мысль – это разогнать. Почему? Потому что первый вопрос, к которому приходит трейдер – сколько я буду зарабатывать на инвестициях? 10-15% годовых. То есть 15% – это мы уже даже говорим о активном инвестировании, о выборе каких-то определенных идей, которые выше 15% в среднем. Если мы берем стандартный портфель, тот же всепогодный, там, Рео Далио, 10%, это вполне нормальная величина, если мы берем длительный промежуток. Что такое 10-15% годовых? Это 100-150 долларов за год. Если мы это делим и получаем в месяц, то есть это 8-12 долларов в месяц. Ну, какая первая мысль – ерунда. Что это такое? 8-12 долларов – ну, это не серьезный месяц. Мне надо хотя бы 1000-2000 долларов за месяц. То есть человек принес 1000 долларов и уже желает получать 1000-2000 долларов за месяц. Вот оно, что толкает на безрассудство. Вот к чему приводит именно почему большинство депозитов тает. Потому что первая мысль – депозит небольшой, буду разгонять. Итак, он переходит от курса в курс, от обучения к обучению, разгоняет, 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 пытается разогнать. Первый депозит потерян, второй – это происходит год, два, три, все идет по кругу. К чему это все приводит? Что это и что дальше? Вот к чему это происходит. То есть когда-нибудь ставка ваша сработает, когда-то вы удвоите, утроите, вы десятилетие, тысячу, десять тысяч получите, а потом все равно в итоге вы получите минус депозит. Если нету грамотного, понятного подхода, сбалансированного по рискам, даже вот уровневая стратегия, как я сказал, если вы работаете с плечами, вы можете год, два, три, четыре, пять с опытом зарабатывать, но в один момент вы можете столкнуться с нефтью, с фунтом, с франком. И если у вас нету запаса, если вы не предусмотрели, что такой вариант может быть, то увы. А вот тот подход, который с разгоном я вам указал, это называется игра. То есть вот то же самое, пойдете вы сюда играть или пойдете вы туда играть. Если мы говорим о инвестициях, о грамотных, сбалансированных инвестициях, когда вы знаете, как диверсифицировать средства, когда вы можете от своих доходов какую-то часть выделять, и направлять на ваш портфель, когда у вас спекуляция составляет определенную долю, то примерно это уже выглядит совсем по-другому. Это уже называется профессиональный подход. То есть у вас, например, доходы тысячи, там зарплата, бизнес, может больше у кого-то, может меньше, вы выделили, вы считаете, что 30% вы можете выделить на 700, например, жить, 300 долларов подкладывать. И если вы будете откладывать ежемесячно, ну понятно, что свифт, там переводы, свои затраты, ну там раз в квартал, например, чтобы не переплачивать за свифт переводы, то в принципе за 5 лет под 12%, под рыночные 12% даже, вы уже наконец получаете вполне нормальную величину в 30 пич почти долларов. Но вместо этого, каждый раз раскручивая, пытаясь раскрутить свой капитал, первый, второй, третий год, а вы посчитайте, сколько вы бы за это время заработали, просто параллельно вы бы обучались, пытались на спекуляциях понять рынок, они пока вы еще не понимаете, но пытаетесь разогнать, но при этом дать день, дать вашему капиталу уже работать. Всепогодный портфель Рея Дали, он известный, о нем многие наслышаны, в принципе, заходите в интернет, опять же, загуглить, как я уже сказал, любую информацию можно найти, то есть главное знать, что нужно искать. Есть ряд нюансов, конечно, с этим портфелем, что касается облигаций, облигации занимают очень большую долю, портфель его всепогодный представлен в разных долях, где-то 10% на золото, где-то 5% на золото, то же самое с коммодитис, то есть сырьевой группой, но в любом случае, примерно структура именно распределения, что это акции, облигации, сырьевая группа и золото, оно сохраняется просто в разных пропорциях. Но в чем нюанс состоит? Если взять вот эту вот структуру, то на облигации приходится 70%. Если взять по облигациям, посмотреть, какая там сейчас молотильность и по какой цене облигации подается, что процент, купонный доход годовой по облигациям сейчас ниже, чем по акциям, то совершенно становится понятным, что инструмент крайне сейчас опасен. В истории было три случая, когда падали одновременно и акции, и облигации. То есть, по сути, у вас, если на акции приходится в 16% на облигации, 70%, то совместное падение и акции, и облигации в период роста инфляции золото, к сожалению, не покроет это решение. То есть, есть нюансы, к которым нужно присматриваться и которые нужно понимать даже в построении портфеля. Если мы перейдем уже на более, скажем так, на официальную страницу, то вот его распределение, оно периодически меняется, то есть, в сторону, например, развивающихся рынков, это может быть, чуть больше упор в сторону золота в определенное время был там до 10%, сейчас мы видим уже 5,9%, но опять же, как я уже сказал, все эти данные, они раскрыты, они доступны, то есть, структура портфеля хорошо, но помимо структуры портфеля желательно знать каждый инструмент подробнее, то есть, его специфику, как он торгуется и опять же, понимать фундамент рынка, то есть, что, скорее всего, какой актив может потянуть за собой, то есть, корреляции, иными словами, какие корреляции нынче на рынке и что может происходить в ту или иную, на том или ином отрезке, временном отрезке. Ну, к примеру, то, что было вот у меня по портфелю в облигации, да, то есть, облигации долго стояли в диапазоне, на тот момент, если посмотреть, рынок начал, точнее, не рынок, а ESM начал сползать вниз, рынок бил свои следующие хаи, несмотря на фундамент, то есть, фундамент, он отрабатывает чаще во времени, не сразу, то есть, вы можете получить одну негативную величину ESM, вторую величину, потом на ВВП отразится, и потом только рынок где-то начнет реагировать, то есть, есть, опять же, ажиотаж, есть паника, эти все вещи отрабатывают, когда негатив съедают, или наоборот, на позитив не реагируют, что происходило с облигациями, просто-напросто облигации перестали реагировать на рынок, рынок рос, облигации перестали падать, и глядя на картинку по ESM, становилось очевидным, что ФРС процентные ставки, скорее всего, толкать вверх не будет, придержат эти процентные ставки, а возможно, даже будут понижать, то есть, понижение процентных ставок говорил о том, что и доходность по облигациям будет также опускаться, а их рост будет направлен вверх, то есть, ну да, тут была какая-то фиксация, может быть, раньше времени сориентировался по уровню, но потом я вновь увидев, что нет продаж, перезашел и уже дальше покрывал. Вот этот вот скачок, он, конечно, был за гранью понимания, за гранью вообще ожидаемого, именно поэтому сейчас этот инструмент крайне опасен, то есть, покупать его в портфеле даже на 50%, ну, очень небезопасно, потому что, представьте, вы покупаете по 170, инструмент может вернуться к своим стандартным значениям 130-125 рано или поздно, особенно, если начнется раскрутка инфляции, ФРС вынуждена будет хотя бы на 0,25 понизить процентную ставку, и облигации очень долго будут покрывать ту просадку, где вы зашли, поэтому очень важно понимать еще инструмент, помимо структуры портфеля. По поводу отдельных идей, отдельных акций, ну, я здесь написал, вы можете сделать принт-скрин, то есть, вы можете посчитать на Кинвизе там, или это все доступно, это про Шеврон, это про компанию Шеврон. Крупная компания, громадная компания с огромным охватом добычи в разных странах мира, плюс 4 НПЗ, плюс колоссальный объем у компании, совладелец 50% одной из ведущих американских нефтехимических компаний, Шеврон, Филлипс и Чемикал, 28 заводов, два научных исследовательских центра, то есть, на самом деле, плюс заправки, компания громадная. Ее статистика, то есть, несмотря на то, что происходило по нефти, вот эти вот все американские горки нефти с минусовым фьючерсом, с падением цены по WTI до 8 долларов, если вы смотрите в торговой платке форума Меда Трейдер 4, но мы смотрим на отчет компанию и даже в 2014 году, если вы посмотрите, компания вполне успешно преодолевала этот период. В принципе, неплохие отчеты, форкаст ожидания на 0,73, посмотрим, как она отчитается, но в принципе, компания неплохо себя чувствовала. Помимо этого, компания еще и выплачивает очень неплохие дивиденды в районе 6% по нынешней цене, по нынешней цене. Что происходило в моменте с ценой? Она просто дико начала падать, достигнув уровней не то, что 2008, а в уровне 2004 года. Это мощнейшая, одна из самых крупных компаний США из нефтянки. И мы что видим здесь? Инструмент начали действительно откупать. То есть, это идея. Такая идея, опять же, не должна у вас занимать любимую долю от вашего капитала. То есть, вы должны понимать, каким риском вы заходите и какова будет степень вашей диверсификации. Я говорил, мне главное в этом вебинаре вам дать направление. Направление, что искать и над чем работать. По поводу безопасных инструментов. Самых безопасных инструментов. GPS-T считался один из самых безопасных инструментов с низкой волатильностью, плюс 2,5% в доходности. Если посмотреть, вот она волатильность. Вот это, по сути, была вся волатильность инструмента. Там, между 50-50 и 50-60. Вот она, вся волатильность инструмента. История была небольшая, поэтому инструмент в этом плане, конечно, был недоизучен. И как только S&P 500 начал падать, вы видели, падение тогда было и по золоту, и по аппликациям детское падение было. Почему? Просто не хватало на рынке ликвидности. Нужен был кэш, нужно было закрывать где-то маржин-колы, нужно было у кого-то было ли планы по докупке. Но больше это все-таки нагрузка, опять же, тех же производных. И это затронуло даже GPS-T, так называемый один из самых надежных инструментов. Мы видим, что волатильность поднялась в этом инструменте просто до колоссальных размеров. И если кто-то здесь покупал, считая, что этот инструмент супернадежный, то было очень-очень неприятно. Такие моменты будут ли повторяться? Они могут повториться. Сейчас рынок более-менее успокоился, и мы видим, что GPS-T начал возвращаться. Но, если вдруг на рынке разразится долговой кризис, ну, представьте, поднимается инфляция на рынке, переходит стадию гиперинфляции. Может ли это быть? Посмотрите, сколько на рынок закачали сейчас денег. 2 триллиона там от Трампа, плюс низкая процентная ставка, плюс выкупы активов. Действительно, очень много денег закачали. Если вдруг инфляция поднимается, приходится поднимать процентные ставки, это все может привести к долговому пузырю. Что в этом плане опять произойдет? Недостаток ликвидности этот инструмент еще не такого может показать. Но, опять же, в спокойные времена инструмент вроде как надежный с двумя с половинами процентов. Тихой гавани в принципе не бывает ни в банках, ни на фондовом рынке, нигде, ни в бизнесе, ни под подушкой. Под подушкой инфляция вас ожидает. Если мы говорим о шаблонах, так называемых советских шаблонов недвижимость или депозит, то мы просто вот зайдите в интернет и загуглите топ-5 банков, например, российских, которые обанкротились. И вы увидите, как супернадежные банки, которые вызывали доверие, просто остались у нас на истории. Поэтому не банков. Если вы посмотрите опять же историю Аргентины, когда депозиты, долларовые депозиты переконвертировали в национальную валюту, причем все получили уже не по лучшему курсу, разумеется. Так называемая национализация депозитов. Какова гарантия, что это может произойти с любой страной? То есть никто от чего не застрахован. Поэтому очень важно ввести инструменты, понимать, с чем вы работаете, распределять риски. И чем будет больше диверсификации, тем больше вы будете защищены. Поэтому финансовая грамотность сегодня действительно становится трендом. Ее нужно знать, ее нужно понимать. Поэтому, глядя на всю вот эту вот картинку, вы должны понимать, что на рынке возможно все. Глобальная депрессия, как это может произойти? Причин может быть много. Итог может быть один. То есть падение цен, инфляция, дефляция может случиться на рынке. Почему, опять же, придумали инструменты из разных групп, некоррелируемых групп. То есть золото там отдельно, облигация отдельно, акция отдельно. Они сырьевая группа отдельно для каждого бизнес-цикла, потому что они неповторимы для каждого бизнес-цикла. Они реагируют по-разному. Именно поэтому портфель всепогодный Реодалио, он привлек столь много интересов. Но, опять же, тут структура каждого рыночного цикла зависит еще структура, которую вы набираете. С одной стороны, Уолл-стрит говорит «trend your friend», с другой стороны, ведущие инвесторы говорят «покупай с дисконтом». Много очень противоречий, много очень несостыковок. Рынок остается и будет оставаться всегда диким. Рынок в борьбе за выживание. Поэтому самое важное это научиться систематизировать. Теперь вы знаете, что искать, где искать, за какие ниточки дергать, в какую сторону идти. Ну, а я постарался вам эту информацию как можно ближе и плотнее донести. Был очень рад с вами пообщаться, был очень рад поприсутствовать сегодня на этом мероприятии. Пусть оно в онлайн, но мы все вместе, мы поддерживаем нашу традицию. Вскоре будет вопрос-ответ, ну, а сейчас я с вами ненадолго обращаюсь. Спасибо. Друзья, спасибо огромное за этот шикарный эфир, спасибо огромное за ту информацию. Я думаю, что кто хотел, тот получил информацию нужную для себя. Мы сейчас с вами сделаем паузу небольшую, но сперва у меня есть вопрос для вас, который я хотел бы, чтобы вы ответили. Вот я знаю о том, что вы являетесь преподавателем в школе трейдинга и в Академии инвестирования, то есть создателем вообще этих школ в первую очередь. И кто не знает, вы можете найти эти курсы на Cartel Market. Все эти ссылки находятся у нас по ссылке под нашим видео. Вопрос очень такой важный. Скажите, поддерживаете ли вы связь со своими учениками? Как они переживают этот непростой период? Помогаете ли вы им в финансовых вообще вопросах? Ну, прежде всего, я считаю, что если мы говорим об обучении вообще как Академии инвестирования, я пришел, есть определенный порог входа как инвестор. Опять же, у управляющего должен быть интерес. Если этот интерес небольшой, от капитала опять же зависит. Мы говорим про доходность, естественную доходность. Как я уже говорил, естественная доходность на рынке при пассивном инвестировании это порядка 10%. Если мы говорим о активном, ну, порядка 15-20% это вполне. То есть, можно еще спекуляциями чуть-чуть это все прибавить, но опять же, мы не говорим каких-то сотенных процентов. Поэтому определенный интерес у инвестора должен, точнее, у управляющего должен быть. Поэтому есть определенный лимит. Поэтому, когда мы, например, уже начали общаться на эту тему, запросов было очень много, как вы управляете, то есть, как этот портфель построить, мы решили, что если действительно у людей нужно построить финансовый личный план, что нужно понимать структуру портфеля, как с ним работать, то есть, на какие активы обратить внимание, то желательно создать тогда уже группу, чтобы люди даже с небольшим капиталом могли самостоятельно делать первые шаги на рынке. Тем более, инвестиции, они более поддаются, скажем так, изучению, чем спекуляции. Спекуляции требуют очень большого опыта. То есть, спекуляция, это действительно, вот как, наверное, дикая природа, и ты, и ты, как хищник в этой дикой природе, который знает, как подхараулить свою жертву. Но, к сожалению, это так. То есть, это настолько агрессивная среда, что здесь нужно, помимо всего прочего, еще и страсть к рынку. То есть, вы должны всеми фибрами обожать этот рынок, то есть, вы должны до глубины души обожать торговлю. Это одна из причин, почему многих трейдеров отжимают, и многие трейдеры уходят через два года. Даже успешные трейдеры просто надоедает эта рутинка. Выгорают. Обратная связь, обратная связь, это самое важное, что может быть в любом обучении. Если просто вы посмотрели видео, и по видео пытаетесь сделать какие-то выводы, это хорошо, но обратная связь, она дает вам увидеть свои ошибки. Это очень важно. Есть еще один важный такой момент. Я знаю о том, что есть атака мошенников сейчас, которые прикидываются вами. Вот настолько популярность большая, что подписываются вашим именем, продают курс. Я хочу сделать акцент на то, что вот только на картель-маркет настоящий курс от Виктора. Может, прокомментируйте как-то, вам известны же эти факты, да? Да, мне буквально вот уже еще раз вчера буквально человек написал, до этого пару недель назад тоже люди писали, какой-то человек от Газпрома представляется. Даже есть в Скайпе его страница, точнее, моя якобы страница, Виктор Макеев, с моей картинкой, где у своих мониторов, то есть прямо в Скайпе. Вот он набирает людей и предлагает взять на доверительное управление, курсы предлагают. Поэтому будьте осторожны, есть официальные ресурсы, то есть картель, есть страница официальная моя на Фейсбуке, откуда все вот идет, Академия инвестирования та же, это тоже моя страница, и Скайп, викторчересик.макеев, это единственный ресурс, который есть у меня, других нет. Я тогда вот ловлю момент, у нас сегодня вот в честь нашего марафона, и я знаю, что сегодня здесь вы сможете по ссылкам, которые находятся в описании данного сегодняшнего марафона, вы можете найти вот этот курс, и более того, там будет присутствовать еще и акционная цена, поэтому ловите момент, дорогие друзья, вот сегодня как бы мы предоставляем эту возможность. И сейчас маленькая пауза, для того, чтобы мы потом вывели на экран вопросы, которые мы отобрали, три вопроса, которые я специально приготовил для Виктора. Итак, буквально секунда, и ждем вопросов. Так, мы в эфире, мы продолжаем. Я вот сейчас жду экран и вопросы эти, которые я с радостью хочу сейчас огласить. Сейчас я открываю страничку в YouTube, все как положено. Живой эфир, еще раз дорогие друзья, подчеркиваю, что у нас все идет в процессе постоянного таком. Итак, вопрос. Многие, приходя на рынок, хотят заработать быстро и много. Так, есть ли реально работающие разгонные системы и стратегии, есть ли у спикеров примеры такой работы? Ну, в данном случае, Виктор, это вопрос к вам. Есть ли у вас такие примеры, когда что-то работает молниеносно, прямо так раз, и как чудо свершается? Ну, разогнать, скажем так, разогнать можно. Есть, опять же, пипсовка, когда вы торгуете на минутных графиках, когда вы ловите каждое движение, то есть, в принципе, большие проценты. Не в этом дело, то есть, вопрос контроля риском. То есть, прежде всего, подобные стратегии, ловли моментумов, они затрагивают, они очень много у вас затягивают энергии. То есть, буквально, после такого дня торговли, вам, наверное, нужно будет пару дней отдыха. Поэтому, если вы, например, даже в интернете посмотрите на трейдеров, которые в конкурсах выступали и так далее, очень многие уже просто ушли из этого бизнеса. То есть, из бизнеса пипсовки, из бизнеса интродея, это действительно очень тяжелый труд. Они ушли не потому, что перестали понимать рынок или стали убыточными трейдерами, они просто ушли, потому что истощились. То есть, действительно, должна быть огромная страсть к рынку, чтобы это делать. Но, опять же, мы говорим о рисках. То есть, чем выше вы мечтаете о доходности разгоне, тем выше вы несете риски. То есть, мы говорим о той же простой математике, которую я вам показывал в начале. 0,5% риска вы получаете одну доходность. 1% риска вы получаете другую доходность. 2% риска вы получаете другую доходность. Но, опять же, чем выше у вас риск, тем у вас потом будет более существенная просадка. И наступит момент, когда эта просадка просто достигнет критической величины, что вы просто не сможете покрыть свой маржин-клорн.